Всем привет, дорогие зрители! Многие из вас видели рекламные ролики всяких финок НКВД из кованого русского дамасского булата, которые лихо рубят гвозди, цепи троса арматуру, а потом также лихо строгают бумажку. «Из чего он сделан? Какой же материал у ножа? Ну скажите, пожалуйста!» вопрошают комментаторы в таких роликах. Но мастер молчит. Это секрет его тайного семейного мастерства, передаваемый с поколения в поколение. Но все тайное когда-нибудь становится явным, пришло время раскрыть секрет этой суперстали. Итак, в чем же дело? Как ни странно, в гвоздях, которые существенно мягче ножа. Твердость стали, из которых делаются гвозди по шкале рокула, обычно лежит в районе 10-15 единиц. Твердость закалки стали ножа даже такой недорогой китайской, как 8-хром-13-малибден ванади, из которой сделана масса китайских ножей 56-58 единиц по рокулу. Как видите, рубить гвозди без последствий должен любой нож, сделанный не из говна и веток. Но не спеши, мой дорогой зритель, размахивать своим кухонником и бежать рубить им гвозди. Он может этого не пережить. Выкрашится или замнется режущая кромка одной из двух. Есть вторая важная составляющая успеха этого процесса. Сам нож, а вернее его геометрия, а еще точнее толщина клинка, сведение и угол заточки. У кухонника, как правило, тонкий клинок 1-2 мм, не толстое сведение, как им принято называть толщину клинка в месте перехода спуска в подвод режущей кромки, хотя это не совсем верно, и малый угол заточки 15-20 градусов. Чем он меньше, тем лучше и агрессивнее режет нож. У складных ножей и аутдорных фиксидов в зависимости от назначения он может быть разным, но, как правило, толщина клинка 3 мм, сведение 0,5-0,7 мм, угол заточки 36-40 градусов. Ага, вы уже поняли, к чему я клоню? Нет? Ну тогда посмотрите на картинку. Слева обычный нож, в середине супер нож, который рубит гвозди, цепи и арматуру, а справа рисунок зубила слесарного из учебника трудов. Вот и весь секрет. Поэтому, если вам надо комфортно и легко резать, купите нормальный нож. Если надо рубить гвозди, купите, в конце концов, все зубила. Но зачем вам нужно зубила в форме ножа? Впечатлять друзей? Так для этого не обязательно выкладывать 5 тысяч за очередную финку НКВД. Возьмите более-менее нормального китайца с обышком сведением потолще, заточите градусов на 60, и вот уже можно лихо рубить гвозди, строгать бумажку и вкратчиво рассказывать про дедушку, который передал семейный секрет. Главное не забывать самому. Продолжение следует...